Валовый внутренний продукт – ВВП. Его темп роста в этом году составит 1,8%, что меньше предыдущего прогноза. При этом прогноз ВВП на 2025 и 2026 годы остался неизменным и довольно стремительным – 3,6% и 3,8% соответственно. Не то чтобы все риски исчезли в мировой экономике, неопределенность по-прежнему велика и связана с геополитическими рисками. Поэтому прогноз на этот год снижен – восстановление будет не таким быстрым, как мы ожидали ранее. В основном из-за внешнего спроса, поскольку в соседних и других странах экономика сократилась. В целом, в нашем регионе рост не будет таким быстрым, а значит, у наших экспортеров не будет такой широкой возможности продавать свои продукты за пределами Латвии. В прошлом году экономика фактически стояла на месте, говорят в Банке Латвии. Сейчас она начинает оживать и есть надежда, что в 2025 и 2026 годах она укрепится и начнет расти быстрее. Банк прогнозирует увеличение экспорта по мере улучшения экономической ситуации за рубежом. Прогноз уровня безработицы банк увеличил до 6,5% в 2024 году и до 6,3% в 2025 году. В 2026 уровень безработицы прогнозируется, как и прежде, на уровне 6,1%. Банк труда довольно тесный, безработица выросла совсем немного, зарплаты растут стремительно. Для работников ситуация сохраняется благоприятной, а для работодателей это может через некоторое время начать создавать проблемы, поскольку зарплаты растут быстрее, чем продуктивность, а она сейчас растет довольно медленно. Инвестиции в частный сектор не шли быстро. Это все может в какой-то момент создать проблемы конкурентоспособности, и тогда придется начинать предпринимателям думать, как решать эту ситуацию. Прогноз инфляции на 2024 и 2025 годы был снижен до 1,5% и 1,9% соответственно, благодаря снижению мировых цен на природный газ, рассказали в Банке Латвии. В 2026 году инфляция прогнозируется в размере 1,8%. В среднесрочной перспективе на инфляцию оказывает влияние устойчивый рост заработной платы. Говоря о Европе в целом, в Банке Латвии уверены, что она в начале нового бизнес-цикла. Худшее позади. Если не случится чего-то неожиданного, то в начале лета, скорее всего, мы увидим первое снижение ставок. Но, конечно, все решения будут приниматься на основе данных. Поэтому в этот момент очень конкретно обрисовывать динамику ставок преждевременно. Но наиболее вероятный сценарий – постепенно, небольшими шагами, мы эти ставки снизим, при этом наблюдая, как это влияет на экономику. Но хотя ожидается, что процентные ставки понизятся, банковский сектор по-прежнему ведет себя очень осторожно в отношении кредитов, заметили в Банке Латвии. Продолжение следует...